Особый случай получается, если мы имеем вращающуюся систему отчёта и рассмотрим относительно вращающуюся систему отчёта вращение. Давайте посмотрим на человека, который находится на поверхности Земли. Вот его голова, вот туловище, вот ноги, вот руки. Над ним пролетает спутник. Условно, на высоте h. С какой скоростью будет видеть человек движение этого спутника? Требуется найти v-относительное. Скорость абсолютного спутника найти достаточно легко, зная то, что он находится на высоте h от поверхности. Но если у нас имеется радиус Земли, и мы записываем условия гравитационного взаимодействия, то при движении по окружности у нас сила тяжести, сила тяжести это g массы Земли на массу спутника, делить на квадрат расстояние r плюс h в квадрате, должна быть равна произведению массы на ускорение при движении по окружности. m на v абсолютное в квадрате делить на радиус. Сокращаем, сокращаем. И отсюда мы знаем, что v абсолютное есть корень квадратный из g м большое делиться на r плюс h. Часто удобно преобразовать произведение g м большое, используя ускорение свободного падения на поверхности Земли. g м большое делить на r в квадрате. Это ускорение g маленькое, поэтому вместо g большого и m большого можно написать g r в квадрате. g r в квадрате делить на r плюс h. Это абсолютная скорость. Скорость человека будет связана с скоростью вращения Земли. Давайте условимся, что человек находится на экваторе для простоты вычислений. И тогда скорость человека, v человека, будет равна омега на радиус. Или 2π делить на период вращения Земли умножить на радиус Земли. Казалось бы, можно воспользоваться, казалось бы, формулой такой, что v абсолютное равно v человека, то есть v системы, плюс v относительное. Я поставлю здесь вопрос, потому что это неверно. Дело все в том, что здесь система вращающаяся. И за небольшой промежуток времени человек не только сместится поступательно, но еще и повернется на некоторый угол. В итоге для него произойдет не только смещение, но и еще дополнительное перемещение вот здесь. Таким образом, такой формулой пользоваться не годится, не удастся. Для того, чтобы решение было бы корректным, надо записать вращение спутника. Давайте найдем угловую скорость вращения спутника относительно Земли. Омега А будет равно vA делить на r плюс h. vA делить на r плюс h. И вот уже угловые скорости мы имеем право сложить. Вспоминайте, что здесь вращающаяся система отчета. Получим омега абсолютная равно омега человека плюс омега относительная. Значит, vA на r плюс h равно 2π делить на t плюс омега относительная. Омега относительная находится как vA делить на r плюс h минус 2π делить на период вращения Земли. и и скорость относительная. Теперь же мы имеем что? Теперь мы имеем угловую скорость спутника относительно системы, связанной с направлением на человек. Значит, это будет омега относительная на расстояние r плюс h. Собираем это все воедино. vA относительная равно vA на r плюс h минус 2π делить на t умножить на r плюс h. vA плюс, о, сейчас минус, минус 2π делить на t на r плюс h. ВА 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 плюс h. Продолжение следует...